давайте посмотрим как выглядит упаковка и с чем его присылают непосредственно комплектацию xiaomi 9 se маленький значок mi аккуратненько спрятанный совсем лаконичный надпись mi 9 se плюс наклейка global version что говорит о том то что это не перешитый китаец снизу определенное количество информации например то что в нашем случае 6 гигов оперативки 128 стройки 64 гига забегу вперед не рекомендую брать потому что но вам их крайне будет не хватать тяжелая фотография 48 мегапикселей камера сказывается все симпатично все красиво открываем коробку верхняя часть одновременно защита телефона при транспортировке имеется скрепка две инструкции переходник тайп c джек для наушников и силиконовый бампер сам телефон вкладыш с углублением под камеру достаточно большая зарядка выдающий 9 вольт 2 ампера либо 12 вольт полтора ампера либо 5 вольт 3 ампера ну собственно говоря quick charge 3.0 быстрая зарядка 3.0 это достаточно полезно потому что аккумулятор в данном смартфоне всего 3000 миллиарда то поставив на зарядку за сжатые сроки можно его достаточно неплохо подзарядить итак дорогой зритель давай посмотрим насколько хороша здесь камера начнем с самого простого это фото на есть соответственно у нас получается зум до 6 и 3 до когда мы берем и настолько сильно приближаем появляются шумы но скажем при 2 и 7 нам можно настроить получить очень хорошего качества достаточно фотографий ай вернись бензопилой сосед работает бывает значит что мне особенно нравится в этой камере да вот данная кнопочка чпок режим рыбий глаз и если вы не можете отойти от объекта включив рыбий глаз вы получите просто гораздо больше у вас попадет в объектив и собственно говоря функция мне очень сильно нравится вот мы ее отключаем также отдельно можно включить функцию 48 мегапикселей и как ни странно в нее тоже начинает больше влезать как и давайте попробуем отключить до функции 48 мегапикселей также как в рыбий глаз гораздо больше вылезает что у нас есть у нас есть видео причем можно видео сделать замедление съемка начнется когда в белый фон если видите то в уголке написано 960 фпс можно сделать выбор и а где ты прячешься так же можно сделать ускорение значит в интервале ускорения он же таймлапс можно выбрать очень большое разнообразие и получить то что вы хотите качество видео можно выбрать от 720 до 4к 30 фпс где же ты прячешься то замедление должно быть просто пальчиком нажимаем на цифру 120 240 и 960 фпс но чуть попозже посмотрю там попробую вам шмеля выложить сейчас что-то они не лезут в кадр также есть режим портрет где можно выбрать что вы хотите ребята гораздо больше чем я думал можно сделать вариант режим ночь квадрат панорама и режим про если вы в этом разбираетесь вы можете выбрать объектив рыбий глаз широкий ну либо там какой-то еще выбрать себе выдержку и получить то что вам нужно там тот же самый фокус можно вручную сделать можно сделать автоматически вариантов разных разнообразных куча камера мне очень даже сильно нравится но я единственно подумываю о 9 серия ну вот собственно говоря как работает камера с замедлением 960 фпс по моему очень даже неплохо также вот как выглядит фотография в простом варианте с рыбим глазом и кстати это вот эти фотографии делались вечером из-за этого немножко такое качество рыбий глаз освещение было конечно не особо просто фотография и с рыбим глазом вот например сейчас будут дневные здесь есть три варианта вариант номер раз просто фотография или специально не поворачивал рыбий глаз а следующий вариант 48 мегапикселей исходник я постараюсь положить вы сможете зайти на яндекс диск и посмотреть реальное качество фотографии в целом камера но очень очень даже но пока немножко сыроват до пилит будет лучше итак давайте посмотрим на результаты тестов в синтетике в антуту набрал 178 тысяч и 78 сверху попугаев достаточно хороший результат но зато есть взять результат писи марка то в принципе он получается слабее чем редми ноут 5 если в цифры то сторож 7 537 компю vision 3 497 work performance 8008 и work 20 performance 6790 я специально посмотрел среднее значение плюс-минус у этому телефону примерно такие же цифры набирала тест батарейки вон 20 battery life у меня показал 6 часов 11 минут за это время на полном экране он разрядился с 100 процентов до 20 но если посмотреть среднее значение то они составляют 9 часов 28 ну то есть либо я делал что-то не так либо они делали что-то не так ну в любом случае вот мой даже самый наих лучший вариант 6 часов с копейками в принципе достаточно неплохой так давайте перейдем к 3d марку и посмотрим какие результаты у него слинкшот экстрим изначально он предупреждал что телефон сяоми ми-9 с е может превзойти по этому тесту 90 процентов смартфонов на выходе цифры получились следующий слэнкшот экстрим оупен жиль 2070 слэнкшот экстрим вулкан 1981 слэнкшот 2946 айстор экстрим общая оценка максимум этот тест слишком легкий для вашего сяоми ми-9 с е айсторм от лимита 29 тысяч сто девяносто восемь эпи оверхед 223 тысячи и 217 тысяч частота процессора в этом тесте была от 06 до 1 и 8 очень странно потому что когда я делал достаточно интересный тест на троттлинг в нем было видно что при запуске 6 ядер поднялись до 1 и 7 гигагерца а два ядра поднялись до 2 и 3 гигагерца предыдущий тест почему-то не выявил но при этом она 4 минуты 34 секунды произошло следующее два ядра которые были по 2 и 3 гигагерца упали до 2 и 2 и далее там где-то на восьмой минуте они упали до 1 99 и скакали тудым судым до 2 и 2 чуть ниже 2 и 2 чуть выше вернее чуть ниже до 1 99 на 1 99 это были минимальные значения которые эти два ядра показали в итоге за 15 минут теста было выявлено то что красненькое появляется но по факту 6 ядер опахали на ура 17 держали четко два ядра упали до 1 99 а учитывая то что телефон имеет малую малые размеры экрана да не игровой абсолютно этих характеристик ему должно быть за глаза ну что пришло время сделать резюме по этому телефону подэкранный сканер отпечатка прикольно фейс айди прикольно nfc вообще ништяк тайп c уже привычно 3000 аккумулятор маловато но quick charge 3 0 собственно говоря будет давать возможность вам быстро его зарядить и собственно говоря на нужное количество времени чтобы все это дело вытягивала минус тайп c заключается в том то что когда вы используете переходник вы не можете одновременно скажем лежать дома смотреть фильм через наушники и заряжать телефон ну это условный минус можно всегда взять наушники беспроводные bluetooth и все будет у вас хорошо также если мы зайдем в настройки расширенной настройки наушники и звуковые эффекты можно будет выбрать те наушники которыми вы пользуетесь и улучшить качество звучания сделать давайте далеко ходить не будем возьмем воткнем упа что у нас можно сделать можно зайти в эквалайзер выставить нужные вам показания басов и прочих вещей и получить более хорошее качество поэтому то что мне там не под вытянул звук собственно говоря собственно говоря можно это изменить единственное все таки вот звучание самого динамика единственного динамика это конечно не совсем то что хотелось бы получить но наверное то что сюда они смогли засунуть работает все быстро все хорошо наличие инфракрасного порта просто чудесно можете поставить себе пульты от телевизора там чего абсолютно угодно да и пользоваться телефоном как пультом играть размер экрана не совсем большой для игр но можно на как показали синтетический тест собственно говоря его процессор вытянет вам игрушки на достаточно без проблем но при этом вот все таки это камера фон до хорошая камера хороший телефон удобная функция и собственно говоря понятная цена по сравнению с флагманами да то есть вот средней цене где-то примерно 20 тысяч рублей флагман это ноут уже заметно подороже хотя девятки сейчас цене просели опять же стоит ну не многим дороже ну вот здесь вам большой телефон не нужен этого вам должно хватить от вас ребятки и девчатки хотелось бы все-таки комментарии к видео что изменить в обзорах там что у меня не хватает что нужно сделать чуть иначе я постараюсь следующих обзорах сделать чуть лучше камер реально огонь я девятки загорелся она на себе девятку возьму ну пока не знаю если возьму соответственно ждите обзор за этим все всем сего до скорых встреч обзорах а 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